Несколько недель назад я был одним из тех, кто думал, коронавирус это разводка. Я думал, наверное, преувеличивают, слишком раздувают. И вот знаете, стоило мне немного поездить, немного углубиться в вопрос, беспокоился за общину. И я быстро мнение поменял и сказал себе, как лидер, ты никогда не должен говорить такое. Ладно, хоть прилюдно не сказал. Пречистала. А те, кто сегодня говорит, мол, да не обращайте внимания на коронавирус. Не дай бог, конечно, но возможно, через несколько недель кровавыми слезами заплачут, если, конечно, переживают за человечество. Пусть Аллах наделит нас пониманием. Братья и сестры, если кто-то говорит, держитесь на расстоянии друг от друга, когда разговариваете. Или если кто-то говорит, носите маску, помогает ли это с медицинской точки зрения или нет. Лишним не будет. Они же дело говорят. Помните. Надо же беспокоиться о людях старшего поколения. Они уязвимые, они в группе риска. Молодые-то легко коронавирус переносят. Относительно. Процент смертности у молодых маленький. Но все же. Вероятность-то все равно есть, что ты окажешься из тех, кто не справится. Вы же понимаете, что если на всю страну всего лишь 20 реанимационных отделений, то и представить страшно, куда ты попадешь, если что. В современном мире, в странах первого мира, знаете что? Говорят, мы вынуждены выбирать, кого лечить, а кого нет. Если ты человек, который нам нужен, для тебя койка найдется. Если нет, умри. Да простит нас Аллах, мы и не думали, что такое наступит. В общем, я что хочу сказать. Это мое послание крайне важно. Братья и сестры. Да. Существуют теории заговоров. Мало ли кто их распространяет, тот или этот. Может, коронавирус запустили по политическим, финансовым причинам. Как бы то ни было. В любом случае, мы должны принимать меры предосторожности, независимо от того, кто это начал. Когда в Австралии начались лесные пожары? Винить можно было. Кого угодно. Но это катастрофа для человечества, а не только для Австралии. Кто это начал, кто не начал, эта тема тоже важная. Важно это понимать. Но нам с вами надо себя спасать и не пренебрегать советами о мерах безопасности. И не надо шантажировать людей религией. Как ты можешь? То есть, если власти говорят, что вам нужно следовать инструкциям, то, братья и сестры, какая бы теория заговора не стояла за всем этим, кто бы это все не начал? Надо соблюдать меры. Не обманывайтесь. Не обманулись. И delivered. Продолжение следует...